Балаклейская клиническая многопрофильная больница расположена в Сосновом лесу на окраине Балаклеи. Российские войска оккупировали город 2 марта, устроив здесь свой военный госпиталь. Но позже из-за атак ВСУ его вывезли, а медицинские корпуса стали хаотично обстреливать. Было несколько прилетов, как вы тут видите, было сильно нарушено здание, крыша, кровля, сам переход восстановили. Был очень сильный прилет ракет в детское отделение, тоже и плиты перекрытия пострадали. Персонал работал и жил в больнице до начала апреля 2022 года. Медики оказывали помощь жителям Балаклея и лечили раненых. 2 апреля оккупанты подогнали танки и открыли по зданию огонь. В операционную прилетел снаряд. Пациент, которого только что прооперировали, получил ранение осколками. После этого врачи решили эвакуировать всех, кто оставался в больнице на лечении. Прилетела сюда, перебила ему плечевую артерию, лужа крови и девочки, 20-25 лет. Была беременная девушка, анестезиолог. Потащили его в операционную и оперировали. Смотрел на них и плакал. На полном серьезе. На следующий день, 3 апреля, поздно ночью, в здание больницы ворвались военнослужащие Российской Федерации. Стреляли из автоматов по стенам, по потолку. А всех врачей мужчин выгнали и поставили в коридоре шеренгой. Они нас тут немного постреляли, немного побили. На первом этаже нас положили, допрашивали, почему вы здесь так хорошо живете, почему у вас здесь такая хорошая больница, как так можно жить, почему здесь есть туалеты. Их больше всего интересовало, как так. Туалеты здесь есть, в палате туалет, в кабинете заведующего есть туалет. Окупанты потребовали, чтобы медики покинули здание больницы 4 апреля. До войны здесь работало более 600 сотрудников. Когда Балаклея освободили и начали реконструкцию больницы, главный врач обратилась к своему персоналу с просьбой вернуться на рабочие места. Ну, вернулось уже более 60% от общего количества. И врачей, вот мы посчитали, ровно 70% врачей вернулись. Это и с амбулаторным нашим отделением. То есть для того, чтобы работать, нам этого достаточно, чтобы закрыть все вопросы 24 на 7. Трое наших врачей, три человека, это два хирурга, один анестезиолог. В рядах Вооруженных сил Украины мы ждем победы, ждем возвращения живыми и здоровыми наших коллег. Российские оккупанты не только разрушили корпуса больницы, они украли практически все современное оборудование. Диагностическое, операционное, даже компьютерный томограф изувечили так, что он непригоден к использованию. Мединвентарь из Балаклея находили даже в соседнем Купянске, рассказывает глава Харьковской областной военной администрации. На покупку необходимого оборудования, а также на реконструкцию больницы в Балаклее из областного бюджета и резервного фонда государства пошло порядка 20 миллионов гривен. Для этого здесь было частично получено оборудование от Минздрава по соответствующим программам. Частично еще доедет КТ. Частично оборудование было приобретено за средства областного бюджета. Но и это только начало работы. Всего за время полномасштабного вторжения России в Украину в Харьковской области было повреждено более 300 медучреждений. От сельских амбулаторий до многопрофильных больниц. Часть из них уже начали восстанавливать и готовить к открытию. Наталья Белокудрия, Андрей Домовой из Балаклея для телеканала Freedom.